Участники устойчивой группы Участники устойчивой группы следствия по делу Немцова Следственный комитет РФ полагает, что Бориса Немцова убили участники устойчивой группы, у которой были неустановлены организаторы Именно эти неизвестные и профинансировали операцию по устранению политика Поэтому преступление сейчас оценивается как совершенное по найму, однако заказчики его были движимы религиозными соображениями Как говорится в материалах расследования, оказавшихся в распоряжении Резбалта Преступная группа была создана в середине января 2015 года с целью убийства Бориса Немцова Для достижения своей цели, участники группы разработали план убийства Немцова-Бае Согласно которому участники организованной группы, действуя согласованно, должны были избрать место и способ убийства Приобрести орудия преступления, принять меры для установления мест проживания потерпевшего, маршрутов передвижения, используемого им транспорта, а также других мест постоянного нахождения По версии следствия, с начала февраля 2015 года в целях изучения места жительства и маршрутов передвижения Немцова-Бе За ним было установлено наблюдение, которое осуществляли Анзар Губашев, Заур Дадаев и Беслан Шаванов Они использовали для этих целей автомашину ЗАС-Сенс номером Е649К190, которая была приобретена специально для осуществления преступления Как полагают в СК РФ, в феврале 2015 года к данной группе присоединились Тамерлан С. Кирханов, Хамзат Бахаев и Шадид Губашев В задачи которых входило предоставлять основным трем злоумышленникам информацию, необходимую для совершения убийства А также скрыть преступников после исполнения расстрела политика и обеспечить их выезд из Москвы и Московской области 27 февраля, после выступления на эхе Москвы, Немцов около 22.00 прибыл в ГУМА, где его ждала подруга Анна Дурецкая И отпустил личного водителя с машиной В этот момент за ним вел наблюдение Шаванов, который знал, что политик живет неподалеку И предположил, что домой он пойдет пешком Дадаев, вооруженный пистолетом, совместно с Губашевым, Шавановым и другими неустановленными участниками организованной группы, действуя по найму Приняли решение убить Немцова Б.Е. по пути следования к себе домой На улицу Малая Ордынка, минус отмечается в материалах расследования Шаванов дождался, пока Немцов и Дурецкая выйдут из кафе Боска, расположенного в ГУМЕ Убедился, что они пешком направились в сторону Малой Ордынки и сообщил об этом Дадаеву Тот от Красной площади пошел следом за парой, а в 23.31 достал пистолет и открыл огонь После совершения убийства Дадаев скрылся с места преступления на автомашине марки Зассенс под управлением Губашева Спрятались злоумышленники в трех разных местах, в квартирах в домах 3 и 46 по Веерной улице и в частном домовладении в селе Казино Одинцовского района Стоит отметить, что в материалах дела очень часто фигурируют неустановленные лица, которые, по версии следствия, принимали участие в слежке за Немцовым и присутствовали на месте убийства Также пока официально не установлены заказчики Мотив преступления в материалах дела называется следующий В середине января 2015 года в Москве Дадаев, Анзар Губашев, Беслань Шаванов и неустановленные лица, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя и желая наступления общественно опасных последствий, приняли предложение от неустановленных следствием лиц подготовить и совершить за вознаграждение убийство Немцова Б.Е. В связи с его активной поддержкой публикации карикатур французским журналом Шарли Эбдом, для чего указанные лица объединились в организованную группу Сам Дадаев заявил на допросе, что как религиозный человек готов был убить Немцова за его высказывание в поддержку карикатур на пророка Мухаммеда бесплатно Но некоторый услик предложил за это преступление 5 миллионов рублей Поэтому на данный момент всем арестованным предъявлены обвинения в убийстве, совершенном группой лиц из корыстных побуждений или по найму Если будет задержан заказчик, который, как уже установило следствие, действовал из религиозных соображений, то ему в обвинение добавится пункт Убийство по мотивам религиозной ненависти Пункт Л части 2 статьи 105 УК РФ Стоит отметить, что сразу после задержания, имея процессуальный статус свидетелей, показания давали все пять раны неизвестных фигурантов дела Но если Дадаев признавал вину, то, например, Эскерханов подробно рассказывал о своих нескольких случайных встречах с Зауром Но заявлял, что не знал о планах последнего убить Немцова Что касается заказчика, то сейчас следствие крайне заинтересовалось бойцом батальона «Север» Русланом Геремеевым О котором неоднократно упоминали в своих показаниях задержанный, чьим личным водителем являлся загадочный руслик 21 марта 2015 года